Сегодня у нас в гостях не просто гость, а человек, которого мы все с вами знаем. Кто-то был на его спектаклях в Москве, кто-то смотрел фильмы с его участием. Ну что ж, не буду долго томить. Итак, бурными аплодисментами встречайте впервые на Десногорской сцене советский российский актер театра и кино, театральный педагог, ректор школы-студии МХАК, заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Игорь Яковлевич Золотовицкий. Еще раз здравствуйте. Я сейчас ехал по Смоленской земле, и вот своим коллегам, которые меня тут встретили, рассказывал, что она мне, эта земля, не чужда, потому что мой папа родился здесь, под Смоленском. И родился в Смоленске, жил под Смоленском. Не знаю, есть ли этот городочек или поселок, Рудный назывался. Есть, да? Ой, у меня сейчас мурашки идут. Если было время, я бы, конечно, заехал. А знаете что? Интересно, что есть такой сайт, память народа. И я нашел могилу своего деда, и он погиб в концлагере, в одном из первых концлагерей, здесь созданных немцами. И успел закинуть в товарники, в товарники, в товарники, в товарники, наверное, детей своих младших. Папу и вот мою тетю, его родную сестру. И они уехали в Ташкент, перебрались в Ташкент. И вот я тоже так думаю, что вся эта трагедия со Второй мировой войной, 75 лет, невероятная дата. А я появился-то благодаря, как ни парадоксально это звучит, благодаря войне. Потому что мама из-под Одессы, папа из-под Смоленска. И вот они встретились. И вот я перед вами так быстренько. Раз в 59 лет. И вот я перед вами. Поэтому я с трепетом отношусь к этой земле. А еще я вам хочу сказать, что я и к каторщикам так немножко имею отношение. Потому что всю жизнь я проучился в школе имени Курчатова. И все время мое все детство было связано с Адовым. Мы проходили биографию Курчатова. Не знаю, уж в честь Курчатова меня Игорем назвали. Сегодня будем надеяться так. И вот, что, дорогие мои, что я хочу сказать, что, знаете, когда творческие вечера, они делятся на несколько таких вот тематических вечеров. Иногда мы просто читаем какие-то отрывки из своих стихов, монологи, стихи. И я по-другому как-то формирую свои встречи. Потому что мое счастье – это те люди, которые меня окружали и в Ташкете, и, конечно же, в Москве, в Московском художественном театре. И вот без двух лет я там уже практически 40 лет. Возвращаясь к тому, о чем я буду сегодня говорить, это те люди, которые повлияли на меня, на наше поколение. Не знаю, оно счастливо или нет, я считаю, что мои люди, которые меня окружали, друзья, которые меня окружали, благодаря вот поколению старшему, моих родителей, которые родились вот перед войной, с нами что-то произошло. И опять-таки, поэтому я здесь стою. Поэтому что-то такое не передали, очень важное. И вот сейчас, 17 августа, исполнилось 85 лет Олега Павловича Табакову. Давайте мне его памятник поаплодируем. Потому что это вот такое счастье, ну, так как буду эгоистично говорить про себя, счастье моем, что окружали такие люди, как Олег Павлович, Олег Николаевич Ефремов, Евгений Александрович Естегнеев, Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Ну, и еще я еще вам, вот, по ходу вечера еще кого-то обязательно вспомню. Но мне кажется, что это очень важно, не забывать таких людей. Не потому, что они такие народные, и в жизни каждого человека. Вот я когда говорю про своих родителей, да, говорю, там, в интервью, говорю, они были простые люди. А потом я начинаю думать, что значит простые, что простые, глупые, что простые, необразованные, да нет. Я говорю про простоту, которая должна быть у человека, которая обязательно, ну, меня так тревожит, что столько злости появляется, столько недависти, безаперационной. И это неправильно. Это неправильно, это нас разобщает. И еще раз, это смысл театра, чтобы нас объединить, чтобы мы что-то вам такое рассказали, а вы что-то вспомнили и не стали делать то, что, ну, я не про вас, не про присутствующих, говорю, а кто-то не стал делать какую-то гадость, посмотрев что-то в театре. Ну, конечно, кино тоже, но театр это непосредственный, вот, сиюсекундный контакт. И, к сожалению, вот то, что показывали по телевидению, онлайн спектакль, они не передают того, что, когда спектакль идет в живую, в зрительном зале. Не передают. И даже мне так обидно, что очень хорошие спектакли по телевидению они теряют, если только это не телевизионный вариант. Я вам хочу сказать про этих двух Олегов. Есть такая телевизионная передача, вот передо мной ректором был Анатолий Миронович Милянский, доктор искусствоведения, булгаковед, мастер Маргариту читал в рукописях. Вот, и у него есть передача, может быть, кто-то ее видел, называется «Два Олега». Потому что он был помощником по литературной части и Олега Ефремова, и Олега Табакова. И эти два Олега, конечно, они одни из создателей современника, одни из создателей, ну, Ефремов был главным идеологом, а, значит, были Табаков, вот, смотрите, Ефремов, Табаков, Волчик, Сергачев, Толмачева и Кваша. Вот было, вот было, а нет, шесть, а еще седьмого я пропустил кого-то, Толмачева, ну, как вот пропустил. Их семь человек было, они организовали современник, перевернули сознание всего театрального мира. Почему? Потому что со временем в театре меняется интонация. И меняют ее именно такие люди, как Ефремов, как Эфрос, как Товстоногов. И сейчас, если вам показать какой-то великий спектакль, там, я не знаю, 50-х годов, и вы, и я скажу, что это такое, что-то они так неестественно разговаривают. А тогда для людей это был невероятный фокус, что вдруг актер мог повернуться спиной, вот так вот играть что-то. И с людьми происходило, и фигура вся играла, продолжала играть образ, который они придумывали. Так вот я вам хочу сказать, что Ефремов перевернул сознание целого поколения, а тогда это была Оттепель, это шестидесятники, это все поэты, которых мы сейчас знаем, и Вознесенский, и Ахмадулина, и Евтушенко, и Рождественский. Это драматурги Розов, Арбузов, Володин, Ванпилов. И это такая большая прияда вдруг, как, знаете, как вот брызнула из-под земли, вот бывает такое, раз, и зелень вся, и они брызнули абсолютно, перевернув сознание целого поколения. И это действительно было невероятно. Действительно, когда они играли, знаете, без пафоса, играли про, в чем талант вообще-то для меня, когда мы просто говорим об очень важных вещах, когда мы не кричим, там, не бьем кулаком по стулу, не говорим там, а очень просто. И это были они. Их спектакль «Вечно живые» по-розову, их спектакль «Большевики», где вроде бы уже мы тогда советские люди, мы понимали, что это все такая пропаганда советская, мы уже все где-то, и вдруг они, эти все наши вожди, все дзержинские, луначарские, свергловые, ленины заговорили человеческим языком. А спектакль, сейчас чуть-чуть вперед уйду, а спектакль «Так победим», который, ну, для меня он был очень важным в понимании актерской профессии, потому что роль Ленина играл Калягин. И если вот вы, может быть, знали, что он играл, но вы не знаете, что Ефремову не разрешали, потому что только что вышел «Здрасте, ваша тетя», и они говорили, а как это комик может играть в вождя? Нет, нельзя, и не разрешали, никак не разрешали. Но Ефремов был такой особенный человек, он, если что-то хотел, он этого добивался. И вот то, что играл, как играл Ленина Калягин, это было вот то чудо, про которое я говорил в начале. Эти монологи его, и он был не простым, добрым дедушкой, а он был невероятный, силищий человек, который взял эту всю планету, поставил на уши, на ноги, перевернул, кульбит и делал. Вот что происходило. Невероятно. Притом он говорил текстом документально, Ленина. Текстом очень таким политизированно-социально. Так вот я вам хочу сказать, что два Олега, Олег Николаевич Ефремов и Олег Павлович Табаков. И у меня есть такая теория, я их сравниваю с великими героями литературы. И вот для меня Олег Николаевич Ефремов, это Дон Кихот. Дон Кихот, он бросался на ветряные мельницы, он не думал о какой-то такой благополучии, таком денежном, социальном. Он был абсолютно погружен в этот театр, его никакая заграница не могла, сейчас вам расскажу смешную историю. Мы были в Японии в 88-м году. 88-й год, тоже не самые лучшие были времена. И, конечно же, все поехали, потому что огромные суточные. Весь театр выехал в Токио. Огромные суточные. И на эти суточные мы покупали вещи, которые потом продавали, на которые жили. Типа, видим, авитофоны. И весь, конечно же, МХАТ жил тем, что вот у нас барахолка, ты хитачи купил, GVC купил, Sony ты купил и так далее. А был весь театр, потому что огромные три спектакля практически со всей труппой. И вдруг, и вдруг говорят, Ефремов собирает весь театр, всю труппу собирает в театре в 11 часов дня. И все говорят, наверное, мы еще продлятся гастроли, еще нам дадут денег. И все начинают считать уже денег, которые еще не потратили предыдущие. Вдруг Ефремов собирает, а все народные накупили себе вот такие большие камеры, ВХС, которые сейчас уже считаются раритетными. А мы молодые артисты за ними таскали, все пришли, все, все пришли. Вся труппа. А у Олега Николаевича была такая привычка, он выходил и минут пять молчал. У меня толстый колючок, за бородой не дам, у меня только жулаки проходили. Это не было страшно. Но все молчали и понимали, что у него внутри там что-то происходит. И вот так вышла на сцену Япония. Значит, вот сумасшествие по поводу всех этих покупок. Вертинская ненавидит Мишниченко, потому что она купила машину. Али, короче, как в театре все, зависть. Прекрасное настроение от того, что сейчас что-то нам скажут. А это март месяц, 88-й год. Еще идет сезон, еще мы вернемся и будем до Игров. И вот Олег Николаевич вышел. И вот так вот стоит. Вдруг стоит директор театра и говорит, Олег Николаевич, пока вот вы еще не начали говорить, «Можно я труппе расскажу, кто что должен платить за контейнеры, отправляя на родину аппаратуру, которую все купили?» И он говорит, ну давай, конечно, давай. И он начал так список доставить и говорит, товарищи, кто купил холодильник водоизмещением 300 литров, платит такие-то деньги из ИК. И большой список, кто купил телевизор 2 метра в ширину, 8 метров в длину. И начинает список огромный. И для всех это важно, это же деньги все надо же еще сэкономить, чтобы деньги хватили. И тишина абсолютно, все пишут, хочу вам сказать. Еще раз, друзья, представьте Японию, мы сошли все с ума от этой страны, там нету пыли, там в перчатках, в грузовиках едут люди, там двери, такси перед тобой сами открывают. Ну это фантастика, просто мы попали на другую планету. Сошли с ума, это не образное выражение, сошли с ума. И вдруг Ефремов, почему я говорю, Дон Гехов, вот в этом всем японском блаженстве и технологическом чуде, он говорит, что я вас собрал. Я хотел бы, чтобы следующий год у нас был годом Пушкина. Пауза такая, как сейчас. И все народные начинают потихонечку хохоча сползать в своих местах. Какой Пушкин? Тут успеть бы хитрачек, успеть бы все это заполнить, чтобы хватило деньги на контейнер. А он говорит, я бы хотел, чтобы было как Пушкина, поэтому мы следующий год, следующий сезон начнем с Бориса Годунова. И опять Пауза. То есть он хотел что-то продолжать, а Нина Ивановна Гуляева, все это слышали, а она считала, она не слышала. И вдруг она услышала, что Пауза, и она говорит, Олег Николаевич, вы все сказали, да? Леонид Иванович, а если я купил этот телевизор в 855, и тут все рухнули просто, просто на землю все рухнули, и он сказал, да, ну у вас те актеры ушел, разозлился, ушел. Но в этой смешной, парадоксальной истории вот нашей наживы на все, что можно было актерской, он был искренен абсолютно. Он не знал, что там мы купили, видео не видели. Ему это было вообще неинтересно. Вообще неинтересно. И так же он создавал театры, и так же он разделял МХАТ. Представляете, сейчас два МХАТа. Но это невозможно. Это все равно, что это у вас Смоленска. Это потому что, ну, это бренды страны. Ну, невозможно города делить. А вот он разделил. И сейчас я только понимаю, что это было неправильно. Что это было по-живому. Потому что в том МХАТе, которым руководила Татьяна Васильевна Доронина, осталось очень много хороших актеров, которых Ефремов очень искренне считал, что не надо брать в новый отремонтированный МХАТ в Камергерском. И мы, конечно, молодые, нам было приятно, что он говорит, а вы со мной пойдете, ребята. То, что я не впрямую его ученик, но я попал, потому что мои друзья были там, в МХАТе, и он советовался с кем, кого брать из последующего курса в МХАТ. Но практически он же не помнил ученик. Я говорю, ну, и, конечно, нам было лестно. И мы молодые. Конечно, Олег Николаевич, мы с вами. И только уже вот к моему возрасту я понимаю, какая это была жестокость. И он оставался так во всем ради театра. Он не делал это, никакой выгоды себе в этом не было, вот в этой жестокости. Никакой выгоды не было. И вспоминая Дон Кихота, если вы помните, он очень жесток, он очень много оскорблял людей, обижал людей, веря в какую-то всевышенную доброту. Он очень многих видел, говорил, ты подлец, не зная ничего про человека. Ну, конечно, Ефремов таким не был, чтобы так безогульно говорить подлецей. Но по жесткости, по вере в светлый мир театра, в котором он только жил, он мог сделать очень много, обижал людей. Очень.